всем добрый день это проект от коллегии читару меня зовут андрей козлов и редактор читарую со мной сегодня кира деревцова спецкорреспондент читару и генерал-лейтенант в запасе андрей викторович гурулев депутат госдумы от забайкальского края не не от дальнего востока или от дальнего востока так будет правильнее хотя мы здесь в чите больше привык потому что все-таки андрей викторович от забайкальского края избирался андрей викторович один из самых наверное популярных людей в стране которые комментируют специальную военную операцию под специальной военной операции и первый вопрос у меня такое ощущение что вам как будто бы больше чем остальным позволено говорить или нет такого не знаю я как это не замечал по той простой причине вообще никто рамки никакие не ставил никогда когда едем на передачу там на съемки без разницы на первой на россию там на звезду на спаста были на царьград мы не знаем даже тем передачи звезда еще может обозначить они обычном записи ведут а там идет прямой эфир все меняется меняется даже во время передачи бывает восьми часов с его где нет и просто должен быть в теме мы же не живем в вакууме да мы живем в том что происходит мы живем этой нашей войной нашей жизни но вот вы говорите слово которое всем запрещено говорить и говорите его постоянно вы какой-то особенный или как так выходит на что я особенно сказал вы сказали синонима специальной военной операции которая законодательно практически запрещено к использованию я не знаю я не знаю кто кому запрещал мне никто не запрещал я считаю откровенно я об этом всегда говорю в том числе на федеральных каналах о том что это не что иной как вторая великая отечественная война по борьбе с фашизмом реальный фашизм который существует который есть который сегодня вот проявляется таких неимоверных зверствах что нам еще долго придется эти последствия разгребать и понимать как они произошли затем 8 лет когда с 14 года мы забрали крым появилась донецка луганской народной республик как только можно политическим путем использовали все способы чтобы эту тему закрыть и выполнить теменские договоренности которые все-таки были подписаны между нами и германии ну может быть франции еще этих то особо не спрашивали честно говоря это просто подпись поставили американцы перехватили в германии инициативу и сегодня мало того что они развязали нам эту войну на украине она была откровенно неизбежная как человек военный понимаешь о чем идет речь я буду точно сказать она просто была неизбежна и то что наш президент сделал упреждающий удар это нам позволило воевать именно на территории украины а не где-нибудь под волгоградом ростовом краснодаром в воронеже курском это война натуральная война причем война с не просто так с украины дело вообще не в них даже не в нато нато это просто инструмент соединенных штатов америки дело в штатах который принципе это нацизм пестопестовали они понимали что единственная это идеология которая позволит им сделать украину лютым врагом россии а ведь если дальше зайти то надо понимать что в окопах против нас большинство то не украинцев а русских и же русских которых за восемь лет пытались переделать украинцев такие же русские люди они также воюют как и мы не такие же терпеливые они такие же смелые такие же рабы а то что мне позволить больше чем другим вы знаете я такого не замечал причем мне никогда никто не сказал ни слова о том что я что-то не так или не ну не там не так сказал там или неправильно выразил свои мысли я считаю что я говорю это от души говорю то что думаю то что чувствую то что вижу то что знаю давайте вправду говорить я знаю наверно намного больше чем вы знаете из общей прессы то что есть насколько то что сейчас происходит на украине не похоже на великую отечественную войну и правда ли корректно это сравнивать там не фашизм фашизм это строй а нацизм это идеология вот нацизм который существует вполне он один в один происходит того что было великую отечественную войну я считаю что корректно а можете на конкретных примерах объяснить нам пожалуйста вот сейчас харьков это на харьковское направление отошли и практически все население вырезано вы знаете об этом мы конечно нету мы знаем об этом я же только что об этого сказал чтобы нам еще долго эти последствия разбирать конечно тактическом плане то что мы отошли по их на харьковское направление туда за купянск и за риман ничего страшного не произошло да мы построили другие оборонители рубеже остановили противника нанесли мы довольно таки очень серьезное поражение они вату ли все что можно все резервы и практически резервы они свои наступательные щепаль в тех территориях луганской и донецкой народной республики которые восемь лет были под настюкиева многие люди просто не исчезли и сегодня наверное сейчас формируется там подразделение и прокуратура средства комитет я думаю что все эти моменты будут расследовать причем массово это не единичный случай массово люди они просто исчезли никто нигде никак не может найти я думаю нас ждут еще очень большие неприятные к сожалению открытие по всем тем известным которые происходили на тех территориях а уж тем более что что происходит в районе вот именно харьковской области где все люди и все население объявлено коллаборационистами прорусскими и т.д и тому подобное и просто они заходили стреляли всех подряд и там и женщины и детей кого угодно это все есть чего это нельзя не видеть что следующий момент который четко надо понимать что именно нацистская идеология вот она они именно этой идеологии сплотили то весь украинский народ и когда мы поначалу откровенно заблуждались то что есть нацист а есть не нацист то сейчас ситуация такая же как в германии до 9 мая 45-го года все нацисты так же не может быть что все но понятно что не может быть если те кто ждут это правда тоже есть те кто ждут но то что если ты где-то что-то не дай прийди господи скажешь что ты кого-то ждешь тебя просто обнулят и все это просто исчезнет тебя придут заберут и все это куда-то испарился это тоже все прекрасно знают поэтому к сожалению те люди которые сегодня остались на оккупированных территориях они вынуждены так себя вести иначе им смерть какой вы сейчас видите свою миссию учитывая то что вы ходите по телеканалам и учитывая то по каким телеканалам вы ходите считаете ли вы себя пропагандистом первое самое главное я хожу на телевидение потому что этого приглашают почему не отказаться не ну можно отказаться но ведь я человек публичный депутат государственной думы если я был бы просто не знаю там негосударственным служащим еще не кем-то я здесь никогда не отказывался вот адреса врать не даст будучи зампредом правительства на любой момент и пресса я сообщался пресс-конференция пожалуйста редколлегия пройди бога телевидение пожалуйста если ты пришел во власть и ты представляешь власть ты должен четко доносить то что происходит до того народа который тебя избирал как я могу отказаться ну то есть вы прям хотите вы соглашаетесь потому что это ваша обязанность это моя обязанность меня избрал в дальний восток ну за байкале да потому что они меня здесь принципе то знают вот так получилось что я после праймерис ушел на список и избранных от девяти субъектов дальнего востока то есть это весь дальний восток кроме якутии и бурятии то есть это чукотка и магадан и камчатка и сахалин и приморье еврейская автономная область хабаровский край амурская область и вот наша забайкаль вы наверняка знаете отношения к тем телеканалам на которых вы выступаете вы себя к пропагандистам сейчас относите или нет я себе отношу политикам на данном этапе я не знаю все заключается пропагандой как вы ее видите я доношу то что лично я думаю пропагандиста тот кому дают задачу пропагандировать в ту или иную сторону а я как политик вижу ту ситуацию которая есть я знаю изнутри и даже я если где-то кого-то начинаю говорить что здесь что-то не так то это точно не для того чтобы раскачать ситуацию или наш народ привести в неверие а только лишь для того чтобы нас услышали эти ошибки были исправлены я вас уверяю нас слышат и многие решения которые приняты за последнее время ну я надеюсь и не без нашей помощи все-таки к вопросу кира про роль которую которую вы для себя определяете это возможность влиять на происходящее событие первое это возможность людям разъяснить эту ситуацию которая есть так как лично я ее вижу я доношу лично свое мнение на телевидении не какой-то общественной там еще что то это то что вот я вижу то что я думаю по этому вопросу и второе принципе то что о чем ты говоришь возможность влиять все-таки на события вот да возможность влиять на события вы сами для себя все эти роли определяли то есть вы сами там оказались сами начали это говорить или вас на каком-то этапе корректируют там звонят и говорят андрей викторович вот надо вот это сказать нет вообще такого за все время мне ни разу никто не сказал что говорить как говорить и самое главное не было разбора моих выступлений да обычно где-то что-то сказал, и тебе там говорят, ни разу никто мне ничего ни слова не сказал. С тем же Рамзаном Ахматовичем Кадыровым вы практически одновременно критиковали руководство вооруженных сил. Я сказал все, что думал по этому вопросу. Пост Рамзана Ахматовича выдал свое мнение. Но это не значит, что мы с Рамзаном Ахматовичем что-то координировали. Да, мы знакомы лично. Но это было неизбежно, потому что я был командующим 58-й армии, Рамзан Ахматович был главой Чечни. У меня в зоне ответственности был Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северную Южношетию, Кабардино-Балкария. Я как командующий армии был обязан с ними в многие вопросы взаимодействия. Особенно, если помним, это 10-й, 16-й год, а в те времена по грамм еще стреляли серьезные, взорвали тоже. Поэтому все спецоперации, которые проводились, в том числе и под эгидой УГВС, который находился у нас в Ханкале, командующим УГВС тогда был Сергей Лемович Меликов, нынешний глава Дагестана. Конечно, мы многие вопросы с ним координировали. Мы друг друга знаем. Но я полностью согласен был с Рамзаном в том, что он говорил. Не совсем полностью согласен, но, во всяком случае, с той постановкой вопроса я с ним согласился. Я обыскал свое мнение, не больше, не меньше. Мы сейчас живем в таком мире, в котором такое ощущение, что все врут. Это первое. А второе, никто ничего не понимает. Никто ничего не знает на самом деле. И все пытаются найти такой источник информации, который как будто хоть что-то знает. И вот такое ощущение, что вы хоть что-то знаете, и часть этой информации осмысленно доносите во внешний мир. Так ли это? Ну так, но вам-то начинать надо с себя. Главное, чтобы Читару никому не врал. А все остальное приложится. Нам главное, начинать даже не надо. Мы же никогда не врали. Но не без этого. Без этого. Не без этого. Вы можете тоже приводить конкретные примеры. Конечно. Это Читару два года назад, и сейчас это небо и земля. А если какие-то корректировки поступят? Ну, вам скажут, что вот Андрей Викторович, пожалуйста, давайте вот это говорить не надо. Вот так надо теперь по-другому говорить. Вы продолжите ходить на телевидении? Или вы скажете... Вы понимаете, в чем дело? Я пока не представляю, кто мне должен корректировать. Исправно сказать. Ну, как минимум, председатель, спикер Госдумы, например. Ну, если спикер Госдумы о чем-то мне, наверное, или посоветуют, или скажут. Но я вас уверяю, что Вячеслав Викторович Володин крайне мудрый политик. Я больше чем уверен, что все те моменты, о чем мы говорим, они не просто, они все довольно-таки серьезно отслеживаются, анализируются. Так уж по правде говоря. Вот. И если бы, наверное, я где-то вредил нашей стране, да, уж, тут, наверное, меня где-то, наверное, бы притормозили. Но я вас уверяю, что я всю жизнь, я не был никогда коммерсантом, не был никогда там чем-то другим заниматься. Я всю жизнь служил на родине. 30, почти 35 лет на воинской службе, и все остальное время на государственной. Я государственный человек. Я сегодня политик, наверное, федерального масштаба, да, по большому счету, как депутат Государственной Думы. Я сегодня высказываю то, где нам надо наши, наверное, недочеты исправлять и как идти вперед. Я вижу, что это действует. Может быть, это не от моих речей, может быть, кто-то другой видит, подсказывает. Может быть, еще от чего-то. Но то, что ситуация меняется, это же факт. И то, что по-другому к этому вопросам подходит, тоже факт. Есть открытые вопросы, есть закрытые. Но, тем не менее, никаких мы секретов точно не выдаем. Мы уж точно не работаем против нашей родины. Меня в этом тяжело прикрутить. Это практически невозможно. Я ей всю жизнь свою посвятил. И дети у меня этому делу свое посвятили. Жизнь свою. И родители мои, и деды мои служили. Вот все они служили родине. И для меня это краеугольный камень. Не для меня краеугольный камень, что мы должны победить. И мы победим по-любому. По-любому победим. У нас другого варианта нет. Мы все равно, как бы зубы не стискиваем, мы все равно пройдем. Через волю, терпение, через силу. Через наши победы всему свое время. Мы все равно там пройдем. Приходилось задавать неверные какие-то оценки или прогнозы с начала специальной военной операции? Ну, может быть, и приходилось. Потому что мы не совсем понимали тогда действия противника. Ведь мы же поначалу все считали, что мы решили с Украиной покончить. Потом уже пришло понимание, что... Я и так-то знал, если же правда говорить, что у них при каждом сидит американский советник. Но я не предполагал, что до такой степени независимы. Они, по сути, ни одного слова самостоятельно сказать не могут. Это правда. Ну, правда это. Вот. И сегодня, к примеру, когда говорят, надо с Украиной вести переговор. Слушайте, переговоры с тем, как и вести только со штатами. Причем в нынешнем составе это не совсем реально. Правда, да? Вот. Потому что Украина, она вообще ни о чем. И разговаривать там, по сути, не с кем. К сожалению, в Западной Европе там политиков в уровне хотя бы Ангела Меркель тоже не осталось. Поэтому там тоже не с кем разговаривать. И сегодня, ну, не знаю, я вообще Европе не завидую. Их сейчас уверенно тащат со стороны третьего мира. Причем они туда как баранов закладнее идут, ну, или как кролик на Удава. Ну, это их дело. Мне, в принципе, без разницы, что у них там из этой Западной Европы. Мне больше волнует наша страна, на сути, своей. Чтобы здесь было благополучие. Андрей Викторович, вы с самого начала мобилизации поддерживали военкомов, которые ее проводят, и акцентировали внимание на том, что региональные власти часто недоработки сталкивают на военкомов именно. И вы поддерживали военкома Забайкальского края, и были, безусловно, с ним в контакте. И мы видели, что вы сразу после приезда в регион встретились с военкомом. Как вы оцениваете первый этап мобилизации, ход ее и возможные ошибки? Незачеты есть. Я и от них никуда не денешься. Первое самое главное, это не только у нас там, а практически во всех регионах. Правительства регионов не совсем оказались готовы к этой мобилизации, откровенно говоря. Потому что у нас же есть в крае мобилизационная составляющая своя, и учения проводят, в том числе и с приезжением военкоматов. Но когда все это перекладывается на пятых лиц, мы отсюда получаем результат. Вторая тема, которая крайне серьезна, это в нынешнее время уже цифровизация, это отсутствие цифрового учета всех приписников. И поэтому, когда все это на военкомову катят бочку, типа он повестку прислал, у него трое детей, да он его на учет поставил 15 лет назад. Он тогда еще вообще не женатый был. Откуда военкомы знают, что он троих детей нарожал, женился, а может он три раза уже развелся, да у него там по трех жен, по три ребенка. Тоже не в теме, правда, да? Вы говорите о том, что военкомы действуют в рамках утвержденного порядка. Да, конечно. У нас в военном билете у всех военнообязанных написано на последней странице, о том, что в случае объявления мобилизации, там не написано частично, никакой, любой. Ты обязан в течение двух недель прибыть в военкомат и уточнить свои данные. Конечно, это сумасшедший дом, когда куча народа придет в военкоматы, начнут уточнять свои данные, они там с ума сойдут. Причем я же понимаю, что военкоматы со времен где-то года, наверное, 10-го, если не помню точно, когда их все воинские должности сократили, там остались одни военные пенсионеры. И штаты сократили, самое главное, людей-то не хватает. Ну и получки там, соответственно, по минималке платят. Чего же там говорить по этому вопросу? Это крайне тяжело сделать. Но здесь это моменты можно исправить. Для этого есть признанная комиссия. Понятно, представитель комиссии губернатора, там есть перечень должностных лиц, кто на что отвечает. Ведь, к примеру, в крае, да, ну вот понятно, что 103-й завод и вертолётно-ремонтный, они себя забронировали. Там вопросов нет, они работают по ГОСу, да? Издеваться некуда. А у нас же есть предприятия, которые нам нужны. Ой, у нас там того взяли, у нас того взяли. Вот это должна именно признанная комиссия военкова сказать. Катерин Николаевич, ты вот здесь не больше 3% возьми, вот здесь можешь брать 10. Вот здесь мне там сейчас звонят, у нас забрали 30% водителей мусоровозов. Ну, ё-моё, тут что-то нельзя было разводить, что ли? Ну, правда же? На уровне региона. Ну, конечно. Это же именно региональный уровень, потому что федерация, она через Минпромторг бронирует свои предприятия, как оборонного комплекса, те, которые сегодня выполняют и работают на ГОС, на ГОС оборонозаказ. Вот, там понятно всё. А остальное это в регионе. Это здесь всё происходит. Я в следующий момент говорю, хорошо, мне говорят, давайте призовём силовиков. Говорю, кого? Давайте прокурора призовём. Говорю, слушайте, ну давайте мы на вещи посмотрим реально. Они все с юридическим образованием, они, скорее всего, в армии, никто не служил. Мы его кем призовём? Он сегодня полковник юстиции, грубо, да, его кем? Рядовым с автоматом? Ну, а по-другому-то никак, это же не воинское звание. То есть все специальные звания, они воинскими читаются. То есть ты полковник милиции, он даже автомат только в руках не держал. То есть если их и призывать, то их надо отправлять, готовить, учить, ну и так далее и тому подобное. Это не быстрый процесс. Сегодня призываю тех, кто именно военнообязанный, кто прошёл воинскую службу. Так, в Росгвардии, там вооружённые силы, без разницы где это всё. Поэтому военком, конечно, ему тяжело. Да, есть проблемы. Есть, призывали, вот сейчас был в Аутселе, говорит, у меня там проблемы там, эти запойные. Ну, понятно, и там сами мужики говорят, мы с ними служить не будем, примерно, да. Единиц, не массово, сразу говорю. Это то-то, это то-то. Я вчера состыковал в начальник кожного учебного центра с военкомом, говорю, решить проблему. Сегодня они её уже решили. То есть тех отобрали, потому что, ну точно, с алкоголиком ты ничего не навоюешь. Давайте вправду говорить, это несерьёзно всё. Ну, я был, к примеру, в Дровяной, мне, ну, откровенно говоря, мне и люди будут. Я с людьми разговаривал, с каждым подходил, просто мужики, как дела? Нормальные люди. И боевые... Да, офицеров не хватает. У них не хватает, они все на фронте сегодня. Но они там день и нынешно стараются преподать те науки, которые есть. Они и вводят. Они специально, ну, это специальная потовка главная. Орудия, всё, они с ними там возятся, как положено. Занятия у них, всё организовано, проблемы у меня. Борзю приехал. Там есть полигоны накрыты. Мишина в столовке работает. Вот. Офицеры, кстати, призваны те, которые со мной служили. Ещё там, в 172-м полку в Борзе, там, в 131-й дивизии. Я их знаю, они меня знают. Они уже не служили лет 10. Ну, призвали, всё. Они формируют батальоны. С разведчиками поговорил. Мужики взрослые стоят. Ну, там, ближайших районов. Тамогинская, там, Забайкальская, там, Ольгозаводская, Краснокаменская. Нормальные, вменяемые люди. Вот просто шпарить приятно. Офицеры нормальные. Спокойно всё. Без какого-то шума, без гаммы. Да, подготовка. Да, где-то, может быть, криво. Да, где-то навыки утратили. В том числе офицеры. Они сколько времени не служили. Ну, это всем надо восстанавливать. Ты никуда не денешься. Поэтому сегодня, я вам это все честно сгорел, если брать с другими регионами, особенно с европейскими, у нас, ну, неплохо. Это первый блин комом. Я не хочу агитировать, что там будет второй и третий, но готовым надо будет к всему. Сегодня, то есть группировка, которая 300, это даже с запасом, для того, чтобы нормально выполнять задачи. Но если, не дай прийти, господи, какие-то натовские войска полезут уже сами на территорию Украины, нам придется, я думаю, по-другому к этому делу подходить. Но это будет позже. А как успешно решаются проблемы уже внутри вот этой армейской системы, когда вот, ну, про ошибки властей мы поговорили, да, в мобилизации. Вот попадают ребята уже внутрь, говорят о том, что у них, например, есть какие-то особенности, например, здоровья или еще что-то за эти 10-15 лет появились, и они не могут служить. И вот в этом моменте получается какой-то затык. Власти уже туда вмешаться не могут, а военкомы решать проблему как будто бы не хотят. Это не военкомовская тема. А какая? Давай, можно по конкретному случаю? Я вот вам недавно писала о том, что людей просто взяли и увезли в Хабаровск. Предварительно договорившись на медкомиссию с участием Общероссийского народного фронта, весь этот вопрос был решен, в итоге людей увезли. Кто сейчас должен решать вопрос? Командер части. Военком поставляет людей до части. Как только военнослужащий за списки части, за него отмечает командир части. А насколько реально вот сейчас, когда они уже там находятся в части, все-таки организовать им, например, комиссию, или вряд ли такое возможно? Почему? Возможно. Во-первых, например, в Чителе, в Хабаровске существуют военные госпиталя. Все специалисты профильные есть. Если что-то не хватает, Минздрав всегда специалистов поставит. В принципе, на призывных комиссиях у нас всегда эти комиссии существовали, что мешает, например, в Хабаровске это организовать. Но давайте, если вам сейчас не сильно скучно будет, то мы прямо после эфира позвоним исполняющие обязанности командующего округа Михаила Яковлевича Носуева, генерал-лейтенанта, ему скажут, что в Хабаровске надо кого-то проверить. Все, я думаю, он это дело исправит. У нас прямой контакт есть со всеми, я вас помоляю. Вы поддерживали своего коллегу Картополова, когда он говорил о том, что не нужно врать об ходе... Об этом язык сломал, говорить. Да, специальная операция. Вы сейчас видите какие-то изменения? Стали ли больше говорить, честнее или нет? Знаете, что я вам так скажу? Последний этот шум на то, что там военкор что-то собирается возбудить, это все, конечно, мне кажется, больше фейки. Потому что, с Семеном Пеговым вместе сидели на встрече с президентом. А что, сегодня посадишь? Да тут хорошо смеяться-то, о чем говорить-то, честно говоря. У нас вся система кривая, она же не только в армии. Сейчас в армии просто на пике, да? Потому что все любят соврать, правильно, про свои достижения. Все постараются молчать про свои что? Упущения, ну или ошибки. Что такое вранье? Вранье, когда старшему начальнику докладывают не то, что есть на самом деле. А это не больше, не меньше, чем исходные данные для принятия им решения. Когда ему говорят, слушай, у вас все хорошо. Он, конечно, говорит, ну хорошо, ну и дальше работайте, что я буду лезть? А когда он понимает, что что-то нехорошо, он принимает решения. По обеспечению, по исправлению ситуации, еще почему-то. И это, к сожалению, имеет место быть. Вот одномоментно исправить невозможно, потому что иногда до такой степени наши начальники, подчеркиваю, не только в праве вообще. Привыкли преподносить белое за черное, черное за белое, что отучить их от них некоторое практически невозможно. И здесь, как только поговорки, коней на переправе не меняют, а слов, видимо, надо. Откровенно. Поэтому этих ослов надо менять, не ломать голову. Я вам так скажу, что если мы скажем, что у нас нет кадров, мы в этом глубоко заблуждаемся. Есть у нас люди. Распространяется ли вот это правило, которое, кажется, теперь у нас появилось, о том, что врать не надо, на свидетельство того, что, например, было в Донбассе. Почему нельзя людям прийти прямо сейчас и предоставить людям сомневающимся или людям, которые вообще в это не верят, прийти и предоставить доказательства вот этих зверств, о которых вы говорите? По какой причине, если это невозможно сделать сейчас, то по какой причине нельзя этого сейчас сделать? Я не знаю, по какой причине можно или нельзя сделать в Донбассе по этому вопросу. Я вообще предполагаю, что сегодня это работает Следственный комитет. И вот когда он отработает, выводы должны делать профессионалы, а не любители. Мы знаем эти факты, они есть, они реальны. То есть, ну, подождите, есть та структура, которая за это отвечает. И причем они там добросовестно выполняют свои обязанности. Не надо их подгонять. Они все равно свои родник вынесут, и после этого мы будем обсуждать. Дмитрий Викторович, мы сегодня, может быть, где-то намеренно с моей стороны беседуем в музее Адра, прекрасный музей в центре Читы, в здании сталинской еще постройки. И мы сегодня обсуждали тему отсылок к Советскому Союзу. И вы постоянно об этом говорите, и коллеги какие-то ваши об этом говорят. Но есть такое мнение, я его тоже придерживаюсь, что Советский Союз Советским Союзом, это же другая была совсем страна, наверное, да? Это была Россия, которая называлась Советским Союзом. Да, безусловно. И, наверное, и мера ответственности за определенные ошибки и нарушения в обществе, в том числе, была другая совсем. И вы тоже об этом говорите, когда говорите о реанимации, ну, условно, вы говорите, понятно, СМЕРШа, да? А вам не кажется, что вот те изменения, которые мы все очень сильно ждем в армии, там, наверное, да, про военкомы мы сегодня поговорили, они и в обществе напрашиваются вообще-то? И общество, наверное, должно сильно меняться? А вы знаете, оно меняется уже. Может, вы не замечаете, мы по вооруженным силам приняли закон об ответственности. Вот. Это был первый шаг уже к ужесточению ответственности за все те вещи, которые, к сожалению, происходят. Но вы знаете, я, наверное, и в своих выступлениях, и до этого говорил, что каждый баран носят свой курдюк, и башкой за него отвечают. И здесь нет вариантов никаких совершенно. По той простой причине, что все равно это придет. Конечно, сегодня, я про это тоже в открытую говорил, не должен человек, который, ну, видимо, что-то у него очень сильно не так, просто уйти в отставку и на этом спокойно там существовать. Каждый должен четко ответить за свои деяния. И я думаю, что сейчас этот вопрос прорабатывает. Я просто знаю, что он прорабатывается. Вот. Десять детства. Не надо спешить, чтобы не ломать дров. Потому что все-таки, конечно, можно проводить аналогии с Советским Союзом, ну, или с той Россией, которая была Советским Союзом. Но сегодня немного другое время. Надо не забывать, тем не менее, что смертная казнь у нас запрещена. А вот у украинцев, чтобы вы знали, четко понимая, у них от комбата и выше могут иметь право расстреливать на месте кого угодно, без суда и следствия. Мы себе такого позволить, я считаю, не можем. Это, наверное, неправильно. У нас все-таки не нацистский режим. Безусловно. Вот поэтому как-то вот так. Я, может быть, немножко конкретизирую вопрос. Может быть, пора вернуться к идеологии, которая была в Советском Союзе запрещена в современной России. Язык сломали про это говорить. Но вы знаете, президент четко обозначил, в принципе, в последнем послании всю идеологию. Это патриотизм. Просто ее надо оформить, наверное, да? Ключевое слово оформить и сделать государственные идеологии, записав ее в Конституцию. Вообще, я так предполагаю, что вот эта наша война, которая сегодня идет, она все-таки вылится в серьезную переработку основного закона страны. А вылится ли она в серьезную переработку самой страны? Она уже... Она сегодня не замечает, что идет? Она идет. А я замечаю. Во-первых, сумасшедшее строительство заводов, в том числе оборонных, это будущий локомотив, увеличение обороны промышленности, занятости науки, привлечение всех средств. Вот то, что мы сейчас говорим, выступаем, все остальное, мы понимаем, что сегодня мы где-то, может быть, не сегодня, а вчера мы еще где-то упустили вопросы с этой мелкими контракоперами, сделать ставку на большие, типа охотника, да, беспилотлетательный аппарат. Но я вас уверяю, вот где-то не с играми, но сейчас, когда заводы, которые уже практически подключились, будут сданы, они будут выпускать то количество продукции, которое нам необходимо. Нам не придется в Ситапов скидывать деньги и покупать Мавики и все остальное у китайцев. Хотя и у них эти аппараты нам приносят очень большую пользу, и в этом надо правда сознаться. То есть, все резко не бывает, и все быстро не бывает. Но тем темпами, которые идет промышленность, я, честно, я не ожидал. Я всяко думал, что армия будет лучше справляться, чем наш оборонно-промышленный комплекс. Я, наверное, даже немножечко более емко пытаюсь задать вопрос и неправильно его формулирую. Такое ощущение, что напрашивается как будто бы локальная такая хотя бы, а может глобальная корректировка такого социально-политического формата страны. Мы капиталистическая же такая экономика, и страна, может быть, пора куда-то налево повернуть? Нет? Вы знаете, я не думаю, что сейчас надо куда-то обитаться влево или вправо. Сегодня надо победить. А когда мы победим, дальше уже разбираться, как это будет выглядеть, честно говоря. Потому что сегодня уже не часть вооруженных сил где-то проводит спецоперацию. Сегодня вся страна после частичной мобилизации воюет. Правда, да? Вот и все на этом. Давайте победим, а дальше мы разберемся, куда бежать дальше. По мне вообще, где же дело не в идеологии, а, например, в обмене бюджетного правила нашего великого, по которому наша денежная масса зависит от доллара. Вот когда мы от этого четко откажемся, пока этих условий нет, мы их всех не знаем. Да, наверное, может быть, и не должны знать. И когда у нас денежная масса будет эквивалентно производимому продукту, и мы можем его наращивать именно для производства дальнейшей продукции, вот тогда мы четко попрем вперед теми бельными шагами. Я чувствую, что это не за горами. Я могу, там, есть у меня, как бы, у нас называются, ну, или реперные точки, ну, или предпосылки, начиная с того, что в отношении нашего главного центра Центробанка американцы санкции ввели, это уже хороший звонок, потому что мы к этому движемся уверенно. Вот вы говорите, что сейчас уже все участвуют в этой войне. У меня по численности вопрос. У нас более миллиона военных в России, 300 тысяч мобилизованных. Военные же не все сейчас завязаны на спецоперации. Они не могут быть все завязаны. Именно поэтому потребовались вот эти 300 тысяч человек. У нас сухопутные войска 280 тысяч. Из них 30% контрактников. То есть мы имеем 100 тысячное войско. Сейчас 300 тысяч подойдет. Сможем мы воевать? 90 тысяч наших плюс почти 40 тысяч Луганской и Донецкой. После которой есть народные милиции. Но сейчас-то главное не торопиться. Я от этого удержался сейчас. Давай, давай, не надо. Первое самое главное. Техника. Вот сейчас есть техника, приходит, там не все здорово. Да, сейчас надо ее дома довести. Вот. Надо лечить людей на ней обучить. Надо, чтобы мы успели забрать, купить, сами произвести ту экипировку, которая необходима. Это крайне важно для нас. Жизнь наших людей ну, наверное, приоритет. Мы не можем, как наши противники, просто загонять на мясо. Это категорически. Я просто знаю те указания, которые на фронте. Категорически беречь людей. И здесь мы эту тему не обойдем никак. Совершенно. Я думаю, что при таких установках мы успеем. Ну, давайте дождемся примерно где-то до Нового года. И когда я приеду перед Новым годом сюда, например, поздравить с Новым годом. Правильно, да, Андрей Владимирович? Уверенно. Все им четверо. Мы эту тему вспомним и по этому вопросу поговорим. А Новый год надо отменять? Вы знаете, я скажу буквально следующее. Для кого отменять? Если корпоративы и банкеты, то да. А новогоднюю елку, катки для детей, горки, я считаю, что нет. Дети-то, они же есть, были и будут. Им надо что-то для этот Новый год. Себя вспомнив в детстве, что ты мечтал? Ай, елки, правильно, да? Залезь за подарком, сходить куда-то там к Деду Морозу. Там тебе еще конфет вручат. Ну что, не так, что ли? Ну почему мы это должны отменять? Это ни в коем случае делать нельзя. А вот массовые там гулянки и все остальное, я думаю, с этим можно как бы, ну, повременить. Вы тоже довольно часто в своем телеграм-канале вообще в целом говорите о том, что вряд ли все это очень быстро закончится. Вы сейчас можете какой-то дать прогноз? Но вот исходя из того, что именно сейчас в этой точке происходит, сколько еще мы будем участвовать в этом конфликте военном или нет? Понимаю, в чем дело. в конфликте на Украине. Вы поймите правильно, что нам какую-то часть войск надо еще держать здесь, на Дальнем Востоке. Нам надо понимать, что у нас не сильно спокойно в Средней Азии. И те меры, которые сегодня наш президент предпринимает, в том числе и в избитие его поездки, я думаю, что сильно стабилизируют эту ситуацию. Да вы поймите, когда говорим про Тайвань, вот там китайцы пойдут на Тайвань и все смотрят на этот остров. Да я вас умоляю, если Тайвань рванет, рванет Япония, Южная, Северная Корея, вся Юго-Восточная Азия и нам достанется. По полной программе. Вот это надо понимать. И от этого мы никуда не уйдем. И проблема буквально следующая. Чтобы выйти к Новой Ялте, то есть разделу мира, да, по сути своей, я думаю, что это 27-30 год. Это мое личное мнение. Вот мое личное мнение. Я, конечно, был бы рад, если бы я ошибся, и все это закончится намного раньше. Но сегодня никаких предпосылок к этому совершенно нет. И когда мне кто-то говорит, что сегодня, а если будет перемирие? Да не дай бог, елки-палки. Это называется не более чем отложенная война, причем отложенная еще более кровавая и жестока, чем сегодня. Потому что то часть Украины, которая сегодня останется, по этим, не дай бог, там без нас, его делают все, чтобы накачать оружием, нациками, всей швали, которую только можно со всего мира, которая будет воевать против нас. И не понимать это, я думаю, все понимаются, здравые люди. Поэтому сегодня надо работать. Сегодня все те решения, которые приняты, я считаю, недостойные. Они позволяют нам выполнить те цели и задачи, которые поставил президент. Вот не больше, не меньше того. И к этому надо стремиться, и идти уверенно, и этого не надо бояться. Об этом надо говорить прямо как оно есть на самом деле. Где-то неудача, надо говорить. И мы про это тоже говорили, что не перегруппировка, да, наши воины, в тяжелых боях из-за численного превосходства противника отошли на задние рубежи. Как Левитан говорил, вот только что его голос здесь звучал, в музее. Не надо этого бояться. Люди-то сражались. А же не просто так отошли. Давайте мы эту тему завершим на сегодня. Я благодарен, что вы меня пригласили. Я думаю, что дело не только в спецоперации. У нас в крае еще забот хватает. Я вот только что Андрей Владимирович говорил о том, что у нас оказывается полкрая не видят ни ЧТАРУ, там не видят ни Россию, не видят ни ЗРТК. Вообще ничего не видят по простой причине, что интернет только во всей Совете, а телеканал оказывается почему-то у нас не показывает. А вы правда этого не знали? Я понимал, что где-то есть может быть в канталге, на удалении, но я не представлял, что это находится между Маргусеком и Олег Заводом. Так и есть. На Анкечере, к примеру. Там село-то крепкое такое. Я приехал, мне вообще понравилось, могу откровенно сказать. Причем там показатели хорошие по детям. Знаешь, какие показатели? А ты возьми, будет жить или не будет жить. Стоит им туда деньги вкладывать или не стоит? Если у него 5 лет назад было 70 детей, сегодня не меньше 70, все, она живет. А если у него 5 лет назад было 200, а сегодня 50, все кранты, там уже ничего не сделаешь. Как бы это так жестко не звучало. О, вот эта тема. И это я там с людьми поговорил, да, у меня проблема там с потравами, ну, наш медицинсельхоз там инструкцию написал, я вообще балден. Кто эту инструкцию будет читать там в деревне? Ну, пускай, почитает. Если что-то делать, надо делать решительно. И кардинально. Если, к примеру, решили с потравами бороться, все вышли и начинаем бороться. Как с ковидом. Вот здесь как зараза. Взяли и начали все это дело крутить, вертеть. То же самое по любому варианту. Так же на войне, так же там с потравами, с чем-то мы еще, с телевидением сейчас будем воевать, потому что сейчас в любом варианте в Москву приедем, эту тему поднимем. Ну, это серьезно. Куда это годится? Ну, я вам что желаю? Я вам-то, знаете, что-то хочу сказать? Надо все сегодня... Я не говорю, что мне надо критиковать. Нет, есть. Все должно быть. Если ты что-то критикуешь, всегда предложи решение. Если вы смотрите мое выступление и говорите, что здесь плохо, надо сделать вот так, вот так и вот так. И когда мы научимся предлагать варианты решений, тогда все у нас пойдет. На сегодня спасибо и до встречи. До свидания. Спасибо.